Особое мнение на 101FM Либо смотреть, либо слушать, либо читать Читать многие говорят намного привлекательнее И ваше тоже особое мнение будет расшифровано, Юрий Львович Все войдет, так сказать, в аналог Не отвертитесь 28 июня, сегодня четверг И сегодня состоялось очередное пленарное заседание Областного законодательного собрания В котором вы тоже, напоминаю, работали Да, в четвертом созыве Пленарка уже завершена, насколько я понимаю И сегодня, собственно, ключевое, главное событие Сегодняшнего дня парламентского Это все-таки поддержка предложения правительства О повышении пенсионного возраста в Российской Федерации Женщины до 63, мужчины до 65 лет Уже известно, что за эту тему проголосовал 31 депутат в ОЗС Против 14 Ну, 14, насколько я понимаю, это все депутаты Не принадлежащие к фракции Единая Россия То есть ЛДПР, Справедливая Россия И Коммунистическая партия Российской Федерации Вот наши коллеги с репортера Уже выложили на своем сайте Прям пофамильно проголосовавших сегодня Коллеги наши пишут, что только один депутат Единорос Из всей фракции Игорь Большаков воздержался Он нажал кнопку не да, не, нет А воздерживаюсь Воздерживаюсь Ну что, ожидаемо было для вас, Юрий Иванович Что наш парламент именно так отреагирует? Мы начнем с того, что все сказано мной в прямом эфире является моим оценочным суждением Особым мнением Нет, оценочным суждением Закон оценочное суждение просит трактовать Да, поэтому мы с этого и начинаем, как обычно Мы же законопослушные с вами Конечно Я думаю, что это было все же ожидаемо Но это было ожидаемо Несмотря на то, что на социальном комитете очень даже Ожесточенные споры возникли Так бывает, что комитет принимает одно решение А общее заседание принимает совершенно другое решение Это не часто бывает Но иногда это такое происходит Ну вот Мое мнение вообще о всем этом процессе Если это интересно, я могу сказать Вообще о теме повышения пенсионного возраста Наша пенсионная реформа Которая началась в 2000-х годах Она имеет, будем говорить, такое шарахание Если в 2000-м году мы взяли направление о том Что 6% от оплаты труда идет в накопительную систему И это будет наша с вами потом пенсия будущих поколений То в 2015-м году мы от этого ушли У нас появилась так называемая бальная система Мало кому понятная От которой надо избавляться Заявила недавно вице-спикер Татьяна Голикова И дефицит у нас образовался большой в пенсионном фонде Наши накопления, я считаю, которые там последних 5 лет фактически заморожены Ну, будем говорить, что они закончились, исчезли И пользоваться мы не будем Я думаю, что вся проблема в пенсионной системе состоит в том Что у нас все же это не пенсионные накопления А некое такое пособие мы получаем И если бы мы сами могли Пособие, а не пенсия Да, пособие это Ну, потому что вот я По выходе, по нынешним правилам Мы считаем, что вот если сейчас максимальная там пенсия, ну, обычная Средняя там 15 с небольшим количеством рублей, да Это где? В Кировской области? Ну, я могу про себя сказать, что у меня такая пенсия А То если вы вот эти средства жил пенсионер-одиночка, да Платил квартплату, там, коммунальные услуги Надо лекарства покупать определенные Надо питаться, да Надо двигаться в транспорте В общественном другом То этих средств, вы сами понимаете Ну, большой Недобор Концы-концы не свести Это такое пособие Я воспринимаю это как пособие, да И Мы Всю накопительную Вещь, о которой говорили Она Пропала Вот даже бы, если бы мы те 22%, которые отчисляет работодатель Большая цифра, на самом-то деле Была поделена пополам Почти четвертая часть 11% платил работодатель, да А из этой части 11% платил сам человек Ну, это не говорит о том, что у него сразу бы возросли налоги А из той же части, которую работодатель, только разделить Это уже были ваши персональные деньги, да Вы бы уже могли за них спросить И это была бы реальная такая величина За которую вы бы Спрашивали у государства А где эти деньги? Потому что они ваши А сейчас ваши А что мешает нам сейчас этот вопрос Ну, у нас другая система Наша скромность Наверное И понятно, что вот Подводят Все разговоры Ведется такая серьезная информационная политика Да, что граница пенсионного возраста Не соответствует экономическим реалиям Что она была установлена еще Возрастная планка в 30-е годы Мы стали жить намного лучше И поэтому надо поднимать Вот так и выстроено это все В паблике И оно У нас же достаточно много пенсионеров На самом деле в нашей стране проживает, если я не ошибаюсь 46,5 миллионов пенсионеров Почти каждый третий у нас Да, это большая достаточно нагрузка Житель страны Ну, это имеется в виду, конечно Не только пенсионеры Которые по старости вышли Но и которые Заранее Ну, если, конечно Все подводят Потому что, если мы ничего не меняем У нас должны, значит, вырасти налоги Чтобы пополнять Наш Пенсионный фонд Ну, поговорить о том Что мы сможем воспользоваться Теми средствами Которые мы У нас в пенсионном фонде При таком увеличении возраста Ну, говорить сложно Есть, конечно, регионы, где у нас Продолжительность жизни намного выше Например, кавказские регионы А вот во многих регионах Включая Кировскую область Она не так велика Особенно у мужчин Если женщины реально живут дольше 70-70 Слишком средние женщины За свой производственный период Дарно будем работать Для того, чтобы появился Пенсионный фонд Но воспользоваться ним Это уже становится Большим-большим вопросом Получается так Что мы накапливаем Определенную сумму Она достаточно немалая В принципе Но Израсходована ее будет Незначительная часть Там может Ну, десятая Не знаю Пятнадцатая часть А остальные Мы просто воспользоваться Не успеем Было бы все понятно Если бы у нас была Эта пенсия достойная Достойная В вашем понимании Это сколько По Кировской области Ну, по Кировской области По крайней мере И даже сейчас Правительство говорит Что она должна быть Хотя бы минимум Выше 20 тысяч рублей Но сейчас средняя зарплата У нас по подсчетам Кировстата В регионе Порядка 25-26 тысяч рублей Вот вы бы к ней привязали Ну, хотя бы к этому Не меньше, да? Ну, да Потому что Такой подход Что это как бы На дожитие Дается нам такое пособие А период дожития Он при таком росте Возраста пенсионной системы Остается уже Совсем маленький Или ничего не остается Или ничего не остается Во многих регионах Он просто Его не остается Юрий Иванович Вы, конечно, молодец Что так вот Копнули в историю Начали с 2000-х годов Но, как говорится Народ хочет знать За вы или просим Повышение пенсионного возраста Вот именно сейчас Ну, я считаю Что это скоропалительный Скоропалительный Скоропалительный, да Он, конечно, произойдет Эта вещь Но это не По моему пониманию По экономическому состоянию Страны По продолжительности жизни людей Это еще Совсем не тот период Хотя чиновники Надо сказать Уже о себе Подумали заранее У них это И оно, во-первых, произойдет И сразу Как у всех граждан Оно уже начало Это будет поэтапно Каждых полгода Через 12 месяцев Растет возрастная Величина И только К 2032 году Женщины будут Выходить В 63 года А мужчины В 65 лет То есть Вы к чему Это Возможно К тому году И возраст у нас Поднимется Продолжительность жизни Да, во-первых Видите Это же не так резко Произойдет Вот чиновники Заранее Обеспокоились С вопросом Это было принято Если не швать Полтора года назад Уже И вот Такая вещь Она происходит Хорошо Решение Скоропалительное На ваш взгляд Но С другой стороны Радует То Радует Если можно так выражаться Что не единовременно Пенсионный возраст У нас будет подниматься Ну да У нас же Не такая средняя Продолжительность И впереди еще Немало времени Для того Чтобы какие-то параметры Подтянулись И продолжительность Жизни увеличилась И Возможно Довольствие Как бы Денежное увеличилось Пенсионеров Но Юрий Львович Ну Если говорить Насчет повышения Денежного удовольствия Как нам власти сказали В результате Этой пенсионной реформы На тысячу рублей На тысячу рублей Пенсионер будет Больше получать Многие специалисты Да и я даже Не специалист Ну получив новые платежки По службам Домов Тариф Мы сразу увидим Но ведь в этом И в ожидающемся Удействовании Нашего бензина Шучу конечно Но ведь в этом повышении Вот я 99% И 9 сотых Говорю что Не учитывается Инфляция Ну инфляция У нас Снижается Она ест Съест просто Как вчера Объявляли у нас Наши телеканалы Что в этом году Ожидается всего лишь 3% Всего лишь 3% Да Ну вы же ощущаете По итогам 17-го Было 2,5% Мы же лучше стали жить Понимаете Гораздо Я стал покупать Такие вещи дорогие Которые Бензин уже не знаете Куда девать Фрок покупаете Правда Так как он очень дешевый Чего же его не покупать побольше Так у нас сейчас будет Перерыв небольшой Я чувствую что мы где-то Немножко подвисли Мысли не закончили Закончите или Да нет я думаю что Давайте прервемся Немножко Мы не сможем решать Все равно эти вопросы Поэтому обсуждать их Ну практически бессмысленно Бессмысленно Все за нас решено Вы считаете Нас подготовили к этому Давайте прервемся Юрий Шлемензон Депутат Кировской городдумы Это его особое мнение Скоро продолжим Особое мнение На 101FM Хочу продолжить наш разговор Юрий Львович По поводу повышения Пенсионного возраста На этой неделе Как известно Еще и состоялся Совет с Федерацией Профсоюзных организаций Кировской области Там первые лица региона Приняли участие В том числе депутаты От Кировской области Депутат Госдумы Рахим Азимов Так вот он сказал Я цитирую Ни Госдума Ни правительство Не собираются Кулуарно принимать Этот закон Все содержательные Предложения из региона В том числе из нашего Будут обобщены И рассмотрены Да я знаю что Сегодня даже были Вот сделал такое заявление Депутат Басюк Озвучил такие предложения Которые будут переданы Совет Федерации Депутату ЗС Я так уточню Для обсуждения В Совете Федерации По данному вопросу Я думаю что позволят Профсоюзам митинги провести Даже на эту тему Сегодня с 9 утра был Ну я думаю что еще пройдут Ну как не митинг Не митинг его называть Им разрешили Вот с черного входа В здание правительства Как они сами говорят Я думаю что они еще будут проводить Басюк Я прямо могу процитировать Что сегодня заявил В ходе пленарного заседания В ЗС Необходимо гарантировать Трудоспособное будущее Гражданам предпенсионного возраста Которое Окажется в зоне риска С точки зрения Потери работы И трудоустройства На новое место Создать условия Для участия В достойно оплачиваемом труде Путем разработки мероприятий И так далее И так далее Ну хорошо Ильич Ну хорошо Ну вы сами знаете Вроде как законодатели Сказали свое мнение Надо повышать Согласились К чему решение такое может привести Если его не стабилизировать Поэтому какие-то отклонения Поправки пройдут Я думаю что точно пройдут они Там о невозможности сокращения Там с какого-то периода Возрастного работодателем сотрудников Потому что сейчас если посмотреть Объявление о работе Там все возраст до 45 Требуется До 45 лет Ну там максимум до 50 лет И все Соответственно переодолел Уже не попросил Да 99% таких объявлений Мы хотя и говорим Что вот там у нас демографическая яма Некому работать Ну это не отразится Вот в этой части То есть проблема трудоустройства И молодых граждан Если мы будем оставлять на работе Людей предпенсионного возраста То она возникнет автоматически Сейчас многие еще конечно Шлют упреки в адрес главы Нашего государства Говорят что мол Почему же Владимир Владимирович Тут не участвует в этом обсуждении И есть мнение некоторых экспертов О том что вот сейчас Правительство будет все это продвигать А потом Владимир Владимирович все таки выйдет Или не знаю Сядет где-то перед телеэкраном И скажет что Я все таки принимаю свое решение Так жестко не проводить Ну это ближе к тому что я У вас примерно такое же мнение Что все таки Путин вмешается И сгладит Определенные вещи сгладит Но она все равно пройдет Потому что экономическая ситуация Которая сложилась в стране Не позволяет Дальше выплачивать пенсии В том объеме И выполнять Те положения Которые должны быть То есть ресурсы В пенсионном фонде У нас сокращаются Дефицит большой Хотя эти дыры Можно было бы И за счет других вопросов Решать и затыкать То есть земельная рента Рента на природные ресурсы Она у нас непокорбима Повышенный налог с богатых Ну да я думаю Что дифференциальная система Налогообложения Не заставит себя ждать Они же недавно отвергли ее Да я знаю Что наша горизонтальная Всех устраивает Сразу сказав Что они будут уходить От официальных налогов Так можно говорить Давайте будем говорить Что многие Будут уходить Предприниматели Платить по просьбе Сотрудников в черную А те будут себе сами Создавать накопительный фонд И вот смотрите Если бы вот Те 6 процентов Человек Откладывал Даже по самой простой Ставке С берегательного банка Небольшой Ту сумму На свой личный счет То к выходу К 65 Мужчина бы мог Достаточно Приличную сумму Накопить Да Которая бы значительно Превышала Те пенсионные выплаты Которые Сейчас получают Граждане Это было бы Альтернативой Повышению пенсионного возраста Да По вашему мнению Нет Даже при превышении А при превышении При повышении возраста Но это чтобы были Личные деньги Гражданина Которые он платит Которые он чувствует За него платит работодатель До последней копии Он же их не может Ими воспользоваться Вы знаете Я вчера Слушал В радиостанции Хотя в некоторых Государствах Есть такая возможность Что вот Деньги Накопительные Которые есть пенсионные Что же такая же Система накопительная Он может использовать Там для приобретения Недвижимости Это серьезный подход Ну это хороший Способ Он может своим детям Внукам оставить После этого недвижимость То есть он Этими средствами Воспользуется Мне вчера Очень понравилось В эфире радиостанции В которой сейчас В эфире В которой мы вещаем О мнении одного человека Он был очень возмущен А как это так Ну тот же Минздрав Посчитал Продолжительность жизни Среднюю в нашей стране Он крайне не доверяет Этим данным Что у нас продолжительность жизни Растет Ну нашим статистическим данным Сложно Знаете Меня зацепило Знаете что сказал Там вызвались люди В Москве Активисты Они пошли на кладбище На кладбище Посмотрели И просто-напросто Посчитали Год рождения Год смерти И у них цифры-то получается Не бьются Гораздо ниже Чем Это не смешно конечно Вы уж простите Что у меня улыбка возникает Но Вот самый объективный способ По его мнению Посчитать Реальную продолжительность жизни В данном регионе У меня даже возникла идея На наше кладбище Пойти И провести там Денечки Подумать о жизни Я думаю что вы приедете К тем же самым цифрам А давайте с позиции Молодого человека У нас с вами Разница в возрасте Три десятка лет Наверное Давайте сейчас О молодых людях подумаем Да Мне 36 Вот молодежь Которая сейчас На мой взгляд Ну абсолютно как-то Индифферентна К этим всем движениям Если выступают Сейчас профсоюзы А профсоюзы Это люди в годах Вот как молодым людям Реагировать на это Я вот своим Нам это проглотить Я своим сотрудникам Это всегда объяснял И делаю это неоднократно Что надейтесь только на себя Не надо надеяться на государство Создавайте свой Личный Накопительный фонд Его как-то страхуйте Не связывайтесь с государством Не надеетесь только на государство Не надеетесь Да Создавайте свой Накопительный фонд Который Поможет вам В дальнейшем Ну как-то Получше себя чувствовать Ну то есть поступить Более-менее цивилизованно Открыть какой-то счетик Да В банке Деньги с него не снимать На протяжении лет Но потихоньку Туда вот как-то Отчислять Под процент Который сейчас предлагают Финансовые учреждения Ну а раньше они были Больше Их же не менял Так что Ну вы же понимаете Я разъяснял Своим сотрудникам Далеко не все Так могут поступить Конечно Мы же как говорится Живем одним днем Вот появились расходы Да Нужда в том Чтобы что-то потратить Что-то перевести Пожалуйста Так называемым Капиталистическом строе Совсем недавно Стали жить Поэтому у нас навыков В жизни У большинства населения Нет такого Что надо самому О себе заботиться И в этом-то и беда Говорят ведущие Экономисты Нашего государства Они говорят о том Что большинство Российских граждан Не имеют возможности Изыскать деньги Вот собственные Если у них случается Какой-то форс-мажор А форс-мажор Сейчас огромное количество Заболел кто-то Из родственников Нужны огромные деньги На медицинскую помощь Не дай бог Какая-то На бесплатную медицинскую помощь Вы хотели сказать На бесплатную медицинскую помощь И так далее И тому подобное Ну Надо сказать Что за 17-й год Рост оказыванных Платных услуг Здравоохранения Возрос значительно Это правда Недавно Они фигурировали Цифры Там больше Чем десятки процентов И еще Мнение Завершая это обсуждение Посмотрим Что дальше будет происходить Действительно ли Появится еще какая-то сила Не знаю Тот же Владимир Владимирович Скажет свое слово Многие сейчас говорят о том Что Больше ни на кого надеются Да Вот эта пенсионная Да и реформа Это ее не называют Просто это Одностороннее повышение И все Просто это Такое изменение Считает Что Уже некий предел Наступает в нашем государстве Когда люди Ну как-то Массово-то должны Проявить свое недовольство И свое Не верю в это Негативное отношение И вот Многие называют Что как раз Это планируемое повышение Пенсионного возраста Это как раз Та точка Когда россияне должны Могу сказать Прожуют Прожуем Прожуем Даже не сомневаюсь Страшно становится Жить в нашем государстве Почему Ну не становится Когда мы все Жуем Жуем Зато спокойно И тихо Грустно стало Еще Еще более Но ваш совет Ваш совет Он Надо сказать Я за свое время От государства Получил бесплатное образование Вот все Что я За все время Да Я получил Бесплатное образование Но я думаю Что большая масса Наших слушателей Они бесплатно Все остальное Я уже Как-то так Пришлось Сам Зарабатывать Жилье Ну и все остальное Даже В период развитого Социализма Я жилье Уже приобретал Сам Это Юрий Шлеминзон Депутат Кировской городской думы Время бюджет Очень быстро У нас подошло Время рекламы Середина часа Мы продолжим Через полторы минуты Хорошо что реклама Еще есть Коснемся других тем уже Особое мнение На 101FM Продолжает меня Огорчать Юрий Львович В перерыве Особого мнения Я говорю Ну вот Да Пока еще Вхожу В рамки Молодежи Но Что я-то Получу с этого Что я буду Работать дольше Чем 60 лет До 65 Юрий Львович Скал Ничего Ничего Огорчайте Пока не будет работать Накопительная система Никаких радужных Вещей Ожидать И до этого Нельзя Так Давайте продолжим По другим темам Пройдемся Накануне Вы когда работали В законодательном собрании Кировской области Мы часто поднимали Проблемы дурных привычек Да Дурных привычек Было такое дело Вот я От чего отталкиваюсь Накануне 27 числа В день молодежи У нас в области Был очередной Безалкогольный день Когда в розничной продаже Алкоголя не было Это так называемое Наследие Предыдущего губернатора Именно при нем День молодежи День последних звонков С алкоголизацией Населения Так называемая И день Ладно В общем 4 дня И в году И на протяжении этих лет Если смотреть на данные статистики У нас в лучшую сторону Ничего по большому счету Не меняется Мы по прежнему В Приволжье лидируем О чем мы говорили В преддверии Принятия этих постановлений Накануне Появились данные О пьяной преступности Мы снова Рост Отравления От суррогатов Ну и так далее Тому подобное Вот может пора задуматься Вот эти дни есть А кому-то они действительно Ведь праздник-то омрачают Пришел в магазин А там не продают Ну я думаю Что ничего в этом страшного и нет В этих 4 днях Паузы Когда люди сделают В этом Ничего страшного Не вижу Ну вот давайте У нас продажа алкоголя С 11 часов Да Из 10 Я не помню По-моему из 10 Все-таки Вот у меня было бы Предложение На летний период Чтобы люди Которые выезжают Там За город На дачу едут Приобретали их С 8 утра Почему Подождите А надо подтвердить Что ли Что ты на дачу едешь Нет Чтобы на летний период Изменить время продаж В любой день недели В любой день недели Конечно Именно на летний период Потому что Ну больше выезжающих Которые приобретают алкоголь Тогда Если мы возьмем Например Город Киров Ну контроль все же За Алкоголем в городе Ну выше чем В районах И в селах Да И вот за счет этого Мне кажется Что потребление Контрафактных И суррогатных Напитков Должен сократиться Потому что Контроля В населенных пунктах Где продают Алкоголь Там В районных центрах В селах Он все равно Ниже Чем В областном центре Подождите А вот эта система Единая государственная Автоматизированная Информационная Она не учитывает Время продажи алкоголя И она только следит за тем Что вот Конкретная Конкретная тара продана Время продажи алкоголя Это местная Местная Вещь Но я согласен с вами Что Наверное можно договориться Там В каком-то отделенном Населенном пункте Не Не про это Не про это Хорошо Вы поймите Чтобы официально Люди могли с утра приобретать А не приобретали Выехав За Пределы города В непонятных Торговых точках Непонятные Алкогольные Напитки Потому что Здесь все же Контроль Намного выше Тогда мы сократим Я думаю Потребление Таким способом Контрафактного Алкоголя Но это потребление Контрафактного Алкоголя А вот например Медики За вас бы За это предложение Не похвалили Потому что Лето Жарко Алкоголь Усугубляет Все эти вещи Вот если Продается Восьми Давайте Вообще Не будем Продавать Вот Да Но это же Глупость Только по паспорту И только Час в день Ну да Есть такие Государства Которых так Продают Да Несколько часов В день Они Магазины Находятся Вообще За пределами Города Туда надо Выезжать Алкоголь Стоит очень Дорого Да Есть Такая Политика Но ты Не говоришь Что там Резко Снизилось Потребление Алкоголя На самом-то деле Просто Их достаток Позволяет Покупать Дорогой Алкоголь А не От того Что Дорогой Его не Потребляют У меня Такое ощущение Что С введением Этих Ограничительных Мер Как бы Горлышко Если использовать Ту же терминологию Горлышко Сузилось Да Но Количество Вытекаемого Из этого Горлышко Во-первых Добились Водочное Лоб Добилось Того Что Снизилось Потребление Слабоалкогольных Напитков На территории Российской Федерации То есть Разными Методами Сокращали Продажу Пива И других Слабоалкогольных Напитков Вне Системных Магазинов Это Привело К росту Продажи Высокоградусных Напитков И снижение Слабоалкогольных Напитков Ну там Старые Ну много Разных Способов Этим Занимались Лоббисты Но они Это сделали И на данный момент У нас Продажи Слабоалкогольной Продукции Значительно Снизилась Но в общем и целом Картину По здоровью Населения Это как-то Неравдушно Не меняет А как вы относитесь К предложению Которое Периодически Звучит Давайте вернем В нестанционарные Торговые Объекты Хотя бы Слабоалкогольные Напитки Ну Предприниматели Говорят Бизнес погибает И так далее Существенная Я к этому Совершенно Спокойно Отношусь Если это легальная Продажа Почему нет А проблема Так называемых Фуфыриков Ну это Это государственная Проблема Она же до сих пор Она существует До сих пор Масса заявлений Масса заявлений О том что Вот здесь то продаются Постоянно Вот у себя На округе Этим вопросом Занимаюсь Пишу заявления В органы ВВД Делаем Проводим рейды Совместные Изымаем Штрафуют Ну а это все продолжается Потому что Достаточно выгодный Процесс Это все происходит Ну я напомню Что у вас Заречная часть Города Да Да Округ ваш Как депутат От Сидоровки До Гнусина Ну раз уж Мы заговорили Об этом Подведем Такой небольшой Виток Что по Алкогольной теме Пока подвижек Каких-то Существенных Нет Если не сказать Что вообще Их нету Судя по показателям Хорошо Ваша депутатская работа Что сейчас Волнует Тревожит умы Ваших избирателей Жители города Кирова С чем приходится Работать Только не говорите Что мусор Грязь Мусор Разрушенные Подъезды Фасады С этим Приходится работать Но сейчас Больше вопросов В связи с тем Что у нас Программа БКД Киевна стала работать Я вот Тоже систематически Выезжаю Безопасные Качественные Да Смотрю Как происходит В моем округе В других местах Приходится смотреть Ремонт дорог Но Так как Техзадания По Этой части Составлены Определенным образом Смеминизации Средств На полное Оборудование Дороги Ну то есть Мы не ставим Бордюры Мы не делаем Ливневую Канализацию Съезды Какие-то Делаем Да Не очень хорошо Метки И так далее То возникает Проблема Буквально На днях Я получил Обращение Граждан С улицы Павла В соседине В ЛКСН О том Что Это комментарий Да Комментарий Конечно Павла Корчегина 211 Что После того Как сделали Дорогу Ее подняли И стало Ее заливать Потому что Водоотведения Нет в проекте Я проверял Техзадание Действительно Все выполнено По техзаданию Воде некуда выходить Воде некуда отходить Заливается стоянка Заливается площадка Контейнера Где мусор хранится Обращения в администрацию Были по этому поводу Говорят Ваша придомовая территория Господа Занимайтесь Вы хозяева Вы и разбирайтесь Вот так происходит Надо сказать Что вот При проверке Видно Что качество Дорожного полотна Во многих местах Где бы мы были Достаточно приемлемые Но я тоже напомню Что вы и входите В региональную группу Контроля за дорожным ремонтом Съезды Подстыковки Вот Тут качество Страдает Мы отмечали Исполнители работы Об этом знают Я думаю Что они Принимут меры Ну вот Заметно Вот Те организации Мы смотрели Выполнение Разными организациями Работ Вот Совершенно Недавно мы ездили Есть Где Идет ремонт Федеральной трассы Есть ремонт Где делает Вятавтодор И ГДМС Вот сразу У нас два основных подречья В городе Вятавтодор Сразу видно Отношение К выполнению работ Нужно Не смотреть На организацию На Органскую В чем разница Поясните В технике В качестве Выполненных работ Вот я На автомобиле У ГДМС Покруче Значительно Покруче Да я угадал Я даже Вот Здесь Один из катков Который Наверное По возрасту Смартфон А он Он меня отключен Он примерно По возрасту Может чуть-чуть Помладше меня Где вырваны Все провода И все И вот этим катком Значит Улицу Павла Корчагина Укатывают Субподрядчики Вет Автодор Не помню Как организация Называется Ну чуть помладше У меня Понятно Что там Никакой Виброподушки Нет Вибратора Нет И получается Мы вот ехали На автомобиле Зарубежном Который Имеет Пневмоподвеску Пневмоподвеску Настоящую И Мы ехали Как по стиральной доске Потому что Каток Сминает Покрытие Остается Волна Это вот Свеже Закатанный Асфальт Это вот этим Старым Да 917 года Катком Работают На котором Шалей выступал А нет Он на броневике выступал Ну это Чуть-чуть подработать Каток Он как броневик Выглядит Примерно Не кажется Вам что Вы чересчур Придираетесь Деньги То ведь Освоены Деньги Там хорошие Там хорошие Там примерно 61 миллион Осваивается Ко всему еще Не так Немаленький Кусочек Осваивается Осваивается Уверенно В стыке Видно Вибрация Большая На дороге Но это Не является Претензией Для исправления Так я понимаю Не факт Не факт А где тут можно Уцепиться Ну Есть же Условия Приедут Специалисты Будут проверять При сдаче Эта дорога Еще не сдана А не сдана Она еще Нет Она не сдана Ну тогда Есть возможность Еще побороться Находится Первый слой Не укатали Мы по первому Слой ехали Второй слой Будет укатываться Другими катками Мы надеемся Если этим же Он будет делать То же самое Будет то же самое Конечно Ну а в целом Ситуация с ремонтом Дорог по городу Вас устраивает Как депутата Как представителя Общественного Я считаю Что вот эта Гонка За километражом Не самый эффективный Способ Выполнить Да Это позволяет Оставаться в программе Использовать Федеральные средства Но есть примеры Других городов Которые делают Меньше Реально меньше Посмотрю как в городе Ярославль Это происходит Там делают Если у нас делается 105-106 километров в год Ремонт дорог Мы это исключая ямочные То там делается Строго 51-52 километра Но с полной перекладкой Трасс Находящихся Под дорожным Коммуникация Подушка Дорожная Подушка Смена Ливневая канализация Ограждение Где положено Все пешеходные переходы Оборудуются Так Как они должны быть Светофорами Ограждениями Полная Разметка Субы тратятся Практически Те же самое Что в городе Кирове Но делается Два раза меньше Комметраж поменьше У нас есть такая возможность То же самое Нет Пока я не знаю Нет Все таки нужно Нужно документы Непосредственно изучать Те условия На которых мы работаем Но Да Безусловно Я понимаю О чем вы говорите Тут даже Далеко не профессионал Поймет Что уложенный Вот этот новый Слой асфальта На что он кладется Он же зачастую Кладется на истрескавшуюся Вот эту поверхность Основание Да вот здесь Недалеко от театра Это снимается Гранулят получается Да Который идет на отсыпку Потом Но это потому Что это же Не капитальный ремонт дороги И там смена оснований Не предполагается Не предполагается Во-первых ограничены Средствами на один квадратный метр Поэтому и бордюры не везде есть У нас есть отдельные улицы Которые Как розовый Люксембург делается С бордюрами А на большинство улиц Восстановление бордюров Или Где есть полное отсутствие Там не подразумевается Я очень был удивлен Были мы на улице Пристонская такая есть Ну в базовятке Да Дорога идущая К очистым сооружениям Трафик там Ну хорошо что там появилась дорога Да там люди живут Но трафик там мизерный Я думаю что если бы Вот эти средства были направлены На центральную часть По Октябрьскому проспекту Есть места где ездить Вообще невозможно Да Или частично хотя бы На ямочный ремонт Который минимизирован К сожалению в этом году Я поднимал вопрос На заседании городской думы О том что надо Профинансировать ямочный ремонт Потому что все средства С ямочного ремонта Которые раньше применялись В городе Кира Это 80-100 миллионов Ушли в программу БКД Были перекинуты У нас осталось где-то Но это обязательно условие было Да ведь что нужно Нет Просто софинансирование Да конечно В этом году направлен Всего 21 миллион Как он расходован Пока непонятно Мы запросили данные Потому что 21 миллион Это тоже достаточно Большое количество Ям можно было бы Заасфальтировать И вот сейчас все стоит Я думаю что это делается Для того чтобы Все же финансирование Прошло Чтобы все поняли Что надо финансировать Этот вопрос Поэтому мы Вся та хорошая Атмосфера Которую мы видим Вокруг Сделанных улиц Ты заезжаешь и в день Попадаешь в 3-4 ямы Точно Которую невозможно Не объехать Не пройти Как говорится И это все Портит Отношение К той общей Атмосфере Работы По исправлению Ситуации Хотя Нормативных дорог У нас появляется Все конечно Больше Ситуация Было 36% Мы уже до 56% Докладывают Дошли Я знаю позицию Дирекции дорожного хозяйства В связи с тем Что дороги Средства Вернее С ямочного ремонта Перекинуты На федеральную программу Сейчас у нас Ямы будут лататься По остаточному принципу Вот когда они завершат Укатывать Да Масштабно Вот тогда посмотрят Будут ли деньги Тогда уже К ямочному ремонту Приступят Спасибо На этом завершается Время нашей беседы Юрий Шлемензон Депутат Кировской городской думы Всего доброго Всего доброго До свидания Особое мнение На 101FM